Трям подписчикам и гостям. Я Джетли, и это новое видео о волосах. А точнее о том, как мне их наращивать. Почти неотличимо от моих натуральных. И заодно я вам расскажу, как за такой шевелюры из каниколона ухаживать. Ссылку на своего мастера я оставлю в описании. Продолжение следует... 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 Так, ну-ка. Он еще и холодный. Такое наращивание, кстати, считается самым безопасным, потому что не воздействует на него температура. То есть это работа чисто щипцами и микрокольцами. Ну и еще крючком. После принятия ванны, душа, надо, кстати, мыть голову только вот так вот, закракидывая волосы и вот так вот на голову. Потому что иначе все эти микрокольца могут послетать и сделать вам больно. Вот, там еще то ли черные частицы, то ли коричневые. В сухом шампуне для брюнеток. А в этом белые частицы, чтобы если что, если вы вдруг не все прочесали, они, ну, как, не выделялись на фоне ваших волос. И по-хорошему первые четыре дня, если у вас немытые волосы, надо пользоваться именно сухим шампунем, потому что, как бы, ваши волосы привыкают к рингам там, все дела и, в общем, не суть. Вот видите, кониколон уже на концах путается. То есть образуется кон... контура, блин. То есть образуются колтуны и становится очень сложно его расчесывать. Это уже, ну да, где-то временем четыре дня. Но, возможно, у нас будет такое компромиссное решение. Вот я подслушала тех, кто наращивает, что некоторые виды кониколона можно обрабатывать плойкой. Типа кончики полкой. Типа кончики плойкой обработал, они выпрямились и снова все хорошо. Сегодня мы это также проверим. Итак, мы берем плойку. Плойку. Втыкаем ее в розеточку. И ждем, пока она станет нужной нам температурой. Вот. И у нее выставлено 190 градусов. Это, по-моему, максимальная температура на этой плойке. А, нет. 220. Сейчас будет интересно, что будет с розовым коником, потому что, по-моему, потому что он, по-моему, выдерживал только 30 градусов. Но, если что, я могу эту прядь снять. Без потери почти. Давайте посмотрим. Знаете, по-моему, стало еще хуже. Ну, как бы, да. Как бы, совсем все плохо. Вот. Этот коник, короче, просто замочарился. Сейчас я попробую его расчесать. Мне лажа выходит. Запомните, что белый это китайский коник, а розовый это коник из хайр-шопа. Это такой магазин, где продается все для волос, там, для всякого рода извращения над ними, и в том числе коник. Ну, вот, примерно так. Это мы, значит, чем-нибудь фиксируем. Только чем? Я не знаю. Макушку мы затрагивать не будем. Мы не будем также затрагивать наши волосы, потому что они нуждаются в восстановлении. Мы будем затрагивать только кончики. Вот эти вот, беленькие. Вот, розовый коник, он уже от такой температуры выпадает. Поэтому лучше заказывайте кониколон с Алиэкспресс. Он термостойкий, можно сказать. Его, по крайней мере, можно забить. Я в этом уверена процентов на 99. Потому что температура, которую он берет, это 230 градусов. Но у меня 200 сейчас. И, в принципе, да, в принципе, получается, что они как только что из пачки. То есть, они выпрямились. И вроде как даже больше не путаются друг от друга. Но если вы помоете голову, они начнут пушиться. Поэтому такие волосы придется каждый день выкладывать плойкой. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Пожалуйста. Я же кошечка, и у меня лапки. Из белого коника вроде ничего не выпало. И это хорошо. Это радует. Это просто прекрасно. Зато розовый я, наверное, в скором времени сниму. Хотя тогда уж надо все снимать. Потому что розовый сразу замочарился. Вот. То есть, мне кажется, он идеален для каких-нибудь дредосиков. Для дредиков. А вот этот каник, он похож на каник из моего белого парика. И, мне кажется, это один и тот же каник на самом деле. Вот. Но сейчас он начал пушиться. Поэтому я его буду снова заплетать в косу. Ай. И ждать, пока пройдет неделя. Потому что надо наблюдать и свыкаться с каником. Потому что, возможно, у меня будет удлинение настоящих дред. Каниколоном. И с этим надо как-то, не знаю, смириться или не смириться. Но попривыкнуть точно надо. Еще, кстати, в хайр-шупе должен быть такой гель силиконовый. Именно силиконовый. И может искусственные волосы, чтобы они не пушились. И что-то еще, короче. Я не помню, зачем он. Кроме того, чтобы волосы не пушились. Но в этом наращивании все-таки хотя бы три плюса присутствуют. Первый плюс. Это то, что ты вообще не чувствуешь, что тебе нарастили. То есть, ну, как если бы у тебя от рождения были длинные волосы. Ты бы так с ними ходил. Вот это вот происходит с каниколоном. Вторая вещь. Можно подстричься. Просто сделать себе абсолютно любую прическу. На абсолютно любые волосы можно нарастить, по-моему, от двух от трех сантиметров только могу. Вот. И это очень дешевый способ наращивания. И у нас он очень-очень где-то резко практикуется. Ну и вот. Всем спасибо за просмотр. Если вам было интересно это видео, если было видео про наращивание, в который раз... То поставьте лайк. Оформите, пожалуйста, подписочку на мой канал. И вон там вот колокольчик стоит. Там надо на него нажать. И нажать в настройках принимать оповещение вот этого блогера. Да, ну вот как-то так оно работает. Короче, я думаю, вы справитесь. Вы же все хороши. А вам спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok